Реальность уходящей рабочей недели. Вспомним важное, сопоставим факты, выслушаем мнение и комментарии. Вместе с информационной службой редакции «Репортер 73» итоги подведу я, Евгений Луковкин. Здравствуйте. Новый сезон в правительстве Ульяновской области запустила кадровая перезагрузка. Алексей Русских наметил дальнейшие векторы развития региона. Мы в федеральном тренде. Следующие цели – усилить блок промышленности и социалки. Работу промблока нацелит на обеспечение ускоренного развития промышленных производств, формирование эффективной политики господдержки промышленности и людей, работающих на ней. Принято решение о серьезных кадровых изменениях. Сергей Васин занимался управленческим консалтингом и антикризисным управлением еще до работы во властных структурах. За время работы в региональном правительстве объем инвестиций в основной капитал региона вырос с 21 млрд рублей до 108. За это же время наш бюджет получил многомиллиардную налоговую прибыль из налогов благодаря привлеченным крупным российским и международным компаниям. Сергей Николаевич займет должность заместителя-председателя правительства. Ему будет подчинен блок промышленности, инвестиций и торговли региона. Создание условий для качественного индустриального рынка всего региона станет основной задачей этой новой структуры. Равномерное территориальное развитие региона – еще один важный фокус внимания перезагруженного правительства. По оценке губернатора, Зонтов проявил себя эффективным менеджером в вопросах повышения оплаты труда и развития предпринимательства. Поэтому способен качественно исполнить поставленную задачу. В должности заместителя министра это направление будет курировать Архипова Маргарита Константиновна. Министерство экономического развития возьмет на себя эту задачу в качестве приоритетной. Заместителем председателя правительства региона назначили Анну Тверскову. Министерство социального развития возглавит Дмитрий Батраков. Министром здравоохранения региона назначили Олесю Колотик-Каменеву. Также приставка ИО больше не сопровождает министра финансов региона Наталью Брюханову. Министром, отвечающим за блок цифрового развития, назначен Олег Екфаров. Министр без портфеля Виталий Кузнецов покинет состав правительства региона. Также полномочия сложил с себя заместитель председателя правительства министр сельского хозяйства Михаил Семенкин. Павел Петриков, Алексей Юферев, репортер 73. Вопросы, которые жителям области не под силу решить самостоятельно. Ситуации, в которых чиновники не слышат людей. Актуальные проблемы, требующие рационального решения. Алексей Русский готовит прямую линию, вопросы на которую собираются уже сейчас. Оставить обращение губернатору можно на платформе обратной связи госуслуги «Решаем вместе». По телефону 122 в комментариях или личных сообщениях на верифицированной странице Алексея Русских ВКонтакте. На этой же странице 29 октября в 14.00 состоится прямая трансляция прямой линии. Не пропустите. Продолжилась работа регионального штаба разбором полетов. Глава региона зачитал обращения жителей области, адресованные должностным лицам. Губернатора одинаково возмутило как отсутствие решения многолетних проблем, так и качество ответов чиновников. Больше похоже на отписки и перекладывание ответственности, резюмировал Алексей Русских. Актуальные вопросы повестки, стартовавшие не без проблем, а топ-сезон и устранение аварий на электросетях, случившихся во время урагана минувшей недели. Профильным структурам поручено в ближайшее время все неполадки устранить и беспребойную подачу ресурсов потребителям наладить. Старт отопительного сезона состоялся, но, как и в предыдущие годы, без локальных сбоев не обошлось. На аппаратном совещании губернатор озвучил обращения жителей региона. Несмотря на то, что и в социальный, и в жилой фонды тепло пустили, дошло по разным причинам оно не до всех. Пуск тепла на сегодняшний день у нас произведен на 99%. На контроле у нас остаются два объекта Министерства здравоохранения, две поликлиники. Процесс идет к завершению, согласовываются последние проектные решения, параллельно ведутся монтажные работы. Идет адресная работа с собственниками. Жилой дом на Октябрьской остался фактически единственным, куда еще не поступает тепло. Рабочие меняют аварийное оборудование, запуск намечен на воскресенье. Кроме того, управляющие компании по обращениям жителей многоквартирных домов устраняют завоздушенность труб. Проблемы, связанные с началом отоп-сезона, возникли в разных муниципалитетах. Ситуацию мониторят на уровне министерства. Есть проблемы, связанные с регулировкой и настройкой педагогических режимов, а также локальными порывами на ветхих сетях, которые у нас есть ряд судебных решений в отношении муниципальных образований выполнить. Там, конечно, работы проводились по подготовке отоп-сезона только для пуска тепла, но капитального характера работы не проведены были. Однако, по словам министра, отработка обращения идет оперативно, а количество заявок с момента первого пуска сократилось. Вместо полутора тысяч в сутки поступает 70-80. Снизилось и время устранения сбоя с трех-четырех до одних суток. На полную отладку коммунальщики определили еще неделю, за которую вопрос обещают закрыть и войти в зиму с работающими системами. Еще одна проблема, с которой столкнулся регион, носит более чрезвычайный характер. Штормовой ветер оставил без электричества жителей и объекты соцсферы в 32 населенных пунктах области. Мы оперативно в течение трех-пяти часов восстановили электроснабжение и настроили всю систему для функционирования. По городу Ульяновску, по Димитровграду, по ряду районных центров были повалены деревья и специальными службами производился распил. Сегодня мы задачу главам поставили убрать эти порубочные остатки, потому что в некоторых местах они до сих пор еще в сторонке сложены. На случай внештатных ситуаций отработана схема с обеспечением социальных объектов резервными источниками питания. В течение получаса генераторы доставляются на место. На текущий же момент в пострадавших от урагана районах электроснабжение налажено. Непонятные зарплаты и изношенная техника. Скандал случился на Заволжском участке муниципального учреждения Доримстрой. Работники предприятия пригрозили массовым увольнением, если ситуацию не исправят. Выражали недовольство не только маленькой зарплатой, но и невнятным ее формированием. Сколько стоит час на работе? Почему оплата меняется раз за разом? Почему персональную премию то платят, то нет? Все это не считая проблем с самим производством. Отсутствие запчастей и неготовность техники к зиме. Алексей Русских обратил внимание на проблему и велел главе города оперативно с ней разобраться. Александра Балдакина отреагировала. 19 октября прибыл к рабочим на совместный поиск выхода из ситуации. Главная тема – прозрачность заработной платы. Как я могу посчитать зарплату? Объясните мне, пожалуйста. Нужно смотреть, сколько у вас часов отработано. Сколько я за час должен получить? От чего зависит? Смотрите, у вас есть... Интенсивность труда, еще что-то там... У вас есть оклад. 5 тысяч, да? Да, 5 тысяч оклад. Он делится на норму часов в месяц. У вас стоимость одного часа зависит от часовой нормы. И опять ничего не понятно. В этом корень проблемы. Рабочие дорремстроя высказывают претензии не только к изношенной технике. Хотят выяснить, откуда берутся такие суммы в зарплате. Работает человек вроде бы одинаково от месяца к месяцу, а выплаты разные. Как оказалось, путаница из-за различных граф в расчетах. Оклад, интенсив труда, премия персональная, оклад в час и прочее. Кстати, последний пункт еще и плавающий. Меняется каждый месяц и зависит опять же от некого интенсива. Работник теряется и недоумевает, почему зарплата складывается не от деятельности и собственных решений. Допсмены, ночные выходы от каких-то сторонних факторов. Итоговая претензия, она же требование к начальству. Отменить все эти коэффициенты трудового участия, как не отражающие реальную ситуацию и вклад работника. Вы сделайте нам прозрачный листок начисления, прозрачный. И уберите интенсивность труда, напряженность труда. Почему вам не сделать напряженность, интенсивность труда? Почему не сделают? Сделайте главбукву напряженности и в движении, без движения сделайте вам. Что есть интенсивность труда? От чего зависит часовая ставка? Например, 8-часовой рабочий день, из которых 2 часа человек простаивал из-за ремонта техники. 6 часов оплатят 80-процентной ставкой. А эти 2 часа гораздо ниже. Плюс, оклад меняется от месяца к месяцу. Работники дорремстроя хотят еще и стабильности, в том числе и так называемой персональной премии. То есть, получается, персоналку ее можно дать, можно не дать. И по глонассу. То есть, ты ездишь, только ты встал, где-то там водой заливаешься, тебя распростой пошел. Опять тоже она такая интересная графа. Могу дать, могу не дать. Есть условные 10 тысяч премиальных. Ушел на день на больничный, получишь уже не 10, а меньше. Эту проблему решили на месте. Принято решение прямо вот теперь с колес, кто до 3 дней больничный или по каким-либо причинам не выходил и у него в норме на 3 дня меньше, мы им будем доплачивать персоналку до 100%. Не будем дробить. Главный вопрос – понятности начислений. Чтобы снять противоречия и сделать процедуру прозрачнее, трое представителей трудового коллектива войдут в комиссию лично увидеть все расчеты. 103 человека готовы возглавить эту группу. Вот вы говорите... Вы, как вас это самое, Виктор Мисеевич? Виктор Михайлович. Виктор Михайлович, еще кто? Давайте вас там, мужчина. Как вас зовут? Вячеславов, Вячеслав. Да, давайте вы там еще, еще кого, третьего человека. Давайте я от дорожников пойду. Все, давайте вы от дорожников. Все согласны, согласны, нет? Мы сейчас пойдем с бухгалтером, она нам точно так же опять сейчас прочитает, рассчитает, у нас в рост, у нас вот это, вот это, вот это и все. Больше мы ничего там не поймем. Но если и станет понятнее, то на уровень зарплаты повлияет совсем чуть-чуть. Поэтому решили с 1 января этого года увеличить зарплату на предприятии на 5,5%. Через неделю Александр Балдакин еще раз приедет к работникам, чтобы ответить на оставшиеся вопросы. На строительной площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде успешно завершен один из ключевых этапов сооружения многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР. Монтаж купола здания. Масштабный проект, часть комплексной программы по развитию атомной науки, техники и технологий в России. Работы велись в течение пяти месяцев. Строители установили 22 арки, каждая из которых весит 74 тонны, длина пролета одной балки 38 метров. Каждый этап требовал большой подготовки, включающей укрупнительную сборку элементов на земле с последующей строповкой и подъемом на проектную отметку. Сборка первой арки заняла около 14 дней, а непосредственно ее монтаж в проектное положение 4 часа. Это большой шаг к достижению поставленной задачи обеспечения современной ядерной отрасли страны высоко технологичной экспериментальной базы. Впереди еще много всего предстоит сделать, но установка и завершение работ на куполе – это свидетельство того, что работа выполняется по графику и проект живет. Элементы свода были изготовлены на Нижне-Тагильском заводе металлической конструкции, ведущем российском производителе строительной продукции промышленного, гражданского и специального назначений. Работа включала 22 этапа, каждый из которых представлял собой сложную технологическую операцию и требовал большой подготовки. В монтаже задействовали крановщиков, стропольщиков, сварщиков, инженеров. Всего было привлечено более 100 строителей. Следующий шаг – установка основного технологического оборудования, выполнение специальных монтажных и отделочных работ. Последний день насыщенной работы. 20 октября торжественно завершилась работа третьего международного промышленного чемпионата главного отраслевого события года, проходящего в Санкт-Петербурге под гидой Министерства строительства Российской Федерации. Тысячи участников, сотни встреч, десятки соглашений о сотрудничестве. Итоги крупнейшей переговорной площадки, посвященной вопросам строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, определили вектор развития отрасли на целый год вперед. Передовые инженерные, технологические, цифровые решения в области ЖКХ и коммунального хозяйства. Чего ждать ульяновцам в обозримом будущем? Подробнее о новинках знает Антон Кузьмин. Саша, дай мне пульт. Ждали или нет, они пришли. Инновации в сферу ЖКХ, а оттуда прямиком в дома россиян. Вот, например, технология Московского фонда капитального ремонта. Замена общедомового имущества в квартире производят без расселения жильцов, а главное, без угрозы их быту или вреда интерьеру. Пока ремонт идет, можно заниматься своим любимым делом. Посмотреть футбол. Не прошло и одного тайма, а вместо старых чугунных батарей заняли радиаторы с терморегуляцией. Опасно, опасно, опасно. Опасно. Вот такой вот интересный подход. Потому что обычно строители привыкли работать в свободных условиях. Где нет жителей, где нет никаких помехов. Пустое здание или пустая площадка. А вот в таких условиях далеко не каждый сможет. Этот вид работы такой самый болезненный всегда для жителей квартир. Потому что когда тебя начинают пилить, варить, что-то резать, это всегда очень жители воспринимаются болезненно. И от того, насколько высокий уровень исполнителей этой работы, да, зависит и в итоге впечатление жителя того, как прошел капитальный ремонт. Ну и, безусловно, дальнейшая эксплуатация всего оборудования. Конечно, дело не только в технологиях или оборудовании. Скорее в отношении. Будь то житель столицы или региона, коммунальные вопросы – тема часто проблемная. В пику расхожему мнению стартовавшая в Санкт-Петербурге Ютелекон. Выставка последних технологий в области жилищного хозяйства. В программе конференции встречи, экспертные сессии и обширная экспозиция, доказывающая, что отрасль не стоит на месте. Сфера ЖКХ – это не ржавые трубы, не прорванные трубопроводы, а то, что это современная крутая сфера, которая в том числе ждет и готова предлагать вполне себе конкурентоспособные затраты, требует достаточно высокой организации и сложных профессиональных компетенций, которые в данное время нам предлагают и цифровизация, и технологии искусственного интеллекта. Предлагает во всех вопросах. Вот мобильное приложение, созданное на базе данных ГИС ЖКХ. Все функции под одной кнопкой. Задача – упростить взаимодействие всех сторон коммунального процесса. Красноречив и слоган «Я могу разобраться в ЖКХ». Пилотный этап длился с мая по сентябрь, а уже с 23 сентября в зону действия мобильного приложения попадает 85 регионов страны. Все понимают, что, как условно говоря, включить компьютер, сесть за стол, включить компьютер, разложить документы, посмотреть на экран, зайти в приложение, провести какие-то действия, намного лучше, чем достать телефон и нажать в это условно. Поэтому мы точно понимаем, что мы пойдем по пути мобильного приложения. Вся функциональность, которая постоянно наполняется в треки ЖКХ, она должна на 100% перекричевать мобилку, и более того, мобилка может даже быть функциональнее, чем доступная версия. Открытость, функциональность, ориентированность на человека – общий для всей сферы тренд. Взять благоустройство, все больше внимания при создании того или иного проекта уделяется именно мнению главных его пользователей – людей. Даже если в проекте где-то есть какие-то несостыковки, не учтено это, мы всегда обращаем внимание заказчиков на то, что там ширина проезда, ширина той же тропы должна быть оптимальная для людей. Люди сами выбирают то, что они хотят видеть на территории своей проживания. Принцип простой, понятный, вселяющий надежду в то, что идеи на выставке обязательно получат продолжение уже на улицах городов России, как в центре страны, так и на ее периферии. Антон Кузьмин, репортер 73 из Санкт-Петербурга. 4 ноября на ВДНХ стартует международная выставка достижений регионов России. Участвуют все 89 субъектов страны, которые представят свои успехи в экономике, в традициях, в туристическом потенциале, а также интересные товары. Ульяновская область уже подготовила культурную, образовательную и деловую программы. На выставочных площадках выступят ведущие коллективы и солисты Ульяновской области. В зоне Квантурии у монастыни региона для школьников и студентов проведут мастер-классы по альтернативной энергетике и инновациям в машиностроении, робототехнике, программированию, радиоэлектронике и биотехнологии. Но главный экспонат – макет кабины легендарного транспортного самолета Ил-76 в натуральную величину. Изначально нас консультировал бывший сотрудник компании «Авиастар», сейчас он уже на пенсии. Он много очень в своей жизни посвятил созданию этих Илов, и поэтому привожил много усилий к тому, чтобы мы подготовили первые чехтижи, 3D-модели, для того, чтобы можно было отлить это из материалов. Дальше мы советовались с ребятами по композитным материалам, и этот самолет действительно отлит из тех же материалов, из которых делают малую авиацию. Да, они Илы. Гордость российского авиастроения – легендарный Ил-76 в натуральную величину. Концепцию разработали в июне 2023 года, собирали в Екатеринбурге. Это часть стенда от Ульяновской области и, пожалуй, главный экспонат, детище нашего региона – фюзеляж и кабина легендарного самолета. Это еще не финальный вариант, да работают в аккурат к началу самой выставки. Главная оценка работы – реакция людей. Вчера подходил здесь человек, говорит, я служил на таких Илах, вообще не отличить. А второй момент – это внутри будет авиасимулятор, очень сильно напоминающий кабину Ила. Да, это действительно будет такой собирательный образ трех Илов. Ила, который был изначально задуман в Советском Союзе, ила, который прошел первую модернизацию в начале 90-х, ила современного уже цифрового. Кстати, снаружи установят специальные стекла, которые будут проецировать вовне жизнь кабины самолета. Как пилот колдует над приборной панелью, как слаженно работает экипаж. Внутри же ожидает полное погружение. Вот здесь будут экраны в виде иллюминаторов. Собственно, вот они готовятся сейчас к установке. Можно прям как лайф постановить, да. Вот они готовятся сюда. Это будет шторка иллюминатора, когда вы ее поднимаете, там будет ролик, символизирующий какой-то, какую-то извех в жизни Ульяновска. Наш УАЗ, наш Авиастар, наш Ленин. Жители других регионов познакомятся с нашими городообразующими предприятиями. Но самая вишенка – посетители выставки смогут поуправлять самолетом с применением настоящих авиационных приборов и пролететь над Ульяновском. Рядом установят стену с капельным водопадом. Стена уже подготовлена, то есть за ней такое небо и дальше перед ней будет водопад. Его сегодня будут устанавливать, его должны привезти буквально через пару часов. Мы вчера все здесь в ночь готовили установки. Тут можно будет порулить сухогрузом, а от ветрогенератора рядом зарядить свой гаджет. Ключевые дни – 29 ноября, день нашего региона на выставке, и 19 января, день образования Ульяновской области. На площадках ВДНХ выступят ведущие коллективы и солисты Ульяновской области. Во время проведения выставки главную аллею ВДНХ украсит ели, в украшениях которых отразят традиции и культуру всех 89 регионов нашей страны. Наша елка выделится игрушками в форме балалаек, расписанных знаменитой кузоватовской росписью. 10 гектаров здоровья – именно столько с размахом занимает старейшее медицинское учреждение региона – Центральная клиническая медсанчасть имени заслуженного врача России Валерия Егорова. 10 гектаров на 40 отдельно стоящих зданий, в которых трудятся полторы тысячи сотрудников, обслуживая без малого 65 тысяч ульяновцев. За такими солидными цифрами – солидная история лечебно-диагностического многопрофильного заведения. 20 октября 2023 года – кульминационный момент – 80-летний юбилей медсанчасти. Что нажили, а что впереди? Кто поздравляет и как эти поздравления принимают? Все праздничные грани в материале Татьяны Домодановой. Если про институт говорят, что это альма-матер, то про ЦК МСЧ, в том числе структурное подразделение женской консультации, я хочу сказать, что это моя вторая семья, мой дом, где мы проводим большую часть времени. Альма-матер для Натальи Сургачевой стал Куйбышевский мединститут, хотя поступила только с третьей попытки. В большую медицинскую семью медсанчасти вошла, что называется, на одном дыхании. И с 1989 года причастна к охране женского здоровья и помогает появлению на свет детей. В октябре 2023 года признана заслуженным работником здравоохранения Ульяновской области. Большая роль доктора в сопровождении беременных от зачатия до родов. И слава богу, к нам все чаще и чаще приходят молодые пациентки, которые планируют еще беременность, но ставят перед нами задачи, как родить здорового ребенка. В женской консультации в ход идут знания, умения и личный трогательный подход. Наверное, поэтому 80% сотрудников устроились сюда еще в советское время и не изменяют родной консультации по сей день. Появляются новички, перенимают традиции и привносят что-то свое. Профессию я выбрала не зря. Для меня на самом деле профессия акушерства и гинекологии. Сейчас уже я прикипела к ней всей душой. Я очень люблю всех своих беременных, которые у меня наблюдаются. Я очень благодарна Наталье Константиновне как наставнику, который меня в принципе в течение первого времени, когда я сюда перевелась, вел и помогал во многих вопросах. Я очень благодарна коллективу. Женская консультация по улице Достоевского, 22. Одно из многочисленных подразделений Центральной клинической медсанчасти имени заслуженного врача России Валерия Егорова. В октябре 2023-го многопрофильное лечебное учреждение отмечает свой 80-летний юбилей. Кто-то из сотрудников как водится на рабочем месте, вызволяя из болезней пациентов. Другие – в празднично-торжественной обстановке Центра «Патриот». По традиции, общий поток воспоминаний направлен в самое начало. Год военный – 1943. Эвакуация в Ульяновск автомобильного завода имени Сталина и открытие на его базе первого здравпункта. Все последующие годы медсанчасть только в рост, равно как и Засвияжский район. На территории Коева многочисленные медицинские локации, а помощь оказывается почти 65 тысячам ульяновцев. Год 2023 для медсанчасти полон перемен, переездов и перспектив. Полностью выстроена система реабилитации, открыто отделение палеоциативной медицинской помощи, открыт Центр амбулаторно-онкологической помощи. Совсем недавно лицензирована высокотехнологичная медицинская помощь в Аппрокере Уралове. Поэтому мы стараемся брать современного здравоохранения, из тех научных достижений, самое лучшее, и внедрять на нашей ульяновской земле. Общий юбилей для тех, кто в белых халатах, но на торжественной церемонии дресс-код иной. И каждый здесь присутствующий так или иначе, с привязкой к медсанчасти и профессионалам, там трудящимся. Я на личном опыте это убедилась. И хочу выразить огромную благодарность тем коллегам, с которыми я работала, которые дали мне огромный объем знаний, огромный потенциал. И прежде всего, еще больше появили любовь к нашей профессии, к нашей отрасли здравоохранения. Татьяна Домоданова, Максим Архипов и Денис Лукачер. Репортер 73. В будущую профессию со школьной скамьи. С этого года единая модель профориентационного минимума заработала во всех общеобразовательных школах страны. Для выполнения этого минимума учащиеся будут повлекаться в различные мероприятия, посвященные вопросам выбора специальности, экскурсии, мастер-классы, профи-пробы. Так ульяновские школьники примерили на себя роли программиста, сельхозспециалиста и сварщика. Твоя задача не просто зажечь электрод, а в процессе вести вдоль вот этого вот изделия, и чтобы этот электрод горел, дуга не гасла. Это очень сложно сделать, но в этом и заключается процесс выполнения сварного соединения. Профессия сварщика – дело тонкое и очень ответственное. На достижение мастерства и освоение всех премудростей потребуется не один год. А вот понять, лежит ли душа к сварному делу, можно даже во время учебы в школе, благодаря профи-пробам. И не только сварному. Профориентационные занятия по программе «Билет в будущее» здесь, на площадке Ульяновского авиационного колледжа, проходят уже в четвертый раз. В этом году школьники могли испытать себя в роли программистов, разработчиков мобильных приложений, специалистов отраслей авиа и автомобилестроения, операторов, станков с ЧПУ. Как выяснилось, привлекает тяжелая техника не только мальчиков. Смотри, он нас не заведет, пока лежит вот эта вот ручка. Поднимите. Вот теперь заводи. Теперь назад переверни, и теперь заводи. Главное, что мне объяснили, так, ну, естественно, страшно, как, ну, волнение идет, потому что первый раз за рулем в такой серьезной технике. А так, даже очень понравилось, когда мне объяснили, все стало довольно легко, и волнение ушло так же быстро, как и появилось. Вообще, я учусь и планирую поступать на медсестру в медколледж. Сюда я пришла. Мне просто интересно попробовать вот новое что-то. Попробовать новое, а главное, актуальное. Список представленных на площадках профессий отвечает современным тенденциям. Спрос на специалистов-производственников растет, а значит, понравившееся дело в будущем без хлеба точно не оставят. Об этом говорит и подъем интереса среди абитуриентов ульяновских колледжей. У нас в этом году колоссально высокий проходной балл. У нас вообще средний балл проходной по колледжу выше четырех. То есть, это не то, что там стройками пришли, а это 4,0 минимум даже на такие специальности, которые раньше не пользовались популярностью. Сварщики, автомобили строения, самолетостроения. То есть, это специальности, которые у нас поднимаются все выше и выше. Образовательную работу среди подрастающего поколения проводят в тесном взаимодействии с предприятиями области. Их руководители, как никто другой, заинтересованы найти среди сегодняшних школьников своих завтрашних сотрудников. Те уникальные возможности наших предприятий, они действительно уникальны, позволяют нам познакомить школьников с будущей профессией, не, так скажем, уезжая в какой-то дальний регион, а для того, чтобы ребенок смог сам реализоваться в нашей области и подобрать себе соответствующую профессию и специальности. Некоторые специалисты предприятий выходят в вузы, колледжи и на площадки самостоятельно для того, чтобы из первых уст передать информацию школьникам, для того, чтобы они прониклись всем этим, на чем участвовали. Всего в этом году в участие в программе оказались вовлечены более 10 тысяч школьников. Площадками для проведения профессиональных проб выступили 50 учебных заведений Ульяновска. Антон Кузьмин, Максим Архипов, репортер 73. Максим Архипов, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok Подпишитесь и будьте в курсе реальности.